всем привет привет друзья привет привет коктейль тв эфире снова яша мотец наислав николаевич и сегодня моя любимая рубрика виски пауза айла айла сегодня будет да наконец-то айла продолжаем исследовать двигаться к ее западной части теперь и у нас виски брукладе как он правильно произносится не знаем брукладе в основном везде так пишет виски чем интересен у нас не копченая версия что очень интересно сайлы ну достаточно кациенте тоже интересного очень даже охоте попробовать книжечка такая давайте немножко за вискокурню дай прочитаю в кратске чтобы ничего не заявлять я решил прочитать просто интересно виски курни брукладе была специально построена 81 году в 1881 году робертом уильямом и джоном харви производство из как у несколько раз прерывали последний раз в конце 90-х годов и вновь купили двухтысячных из 2001 она вновь начала работать с новой командой то есть они изменили дизайн поменяли немножко качество сделали только односолодовый виски не фильтрованный не постеризованный так скажем в общем сделали все круто и изменили дизайн очень сильно несколько не работает оригинальный 19 века чугунный заторный чан с мешалкой в виде вращающихся граблей и плугов представляешь меня видел да смотрел да есть фотография в 2010 году дополнительно установили перегонный куб типа ломонт или скакурни инверлевен который используют для производства джина ботанист айландист да еще использую его делают еще и джин помимо необработанного торфяным дымом виски бруклади виски курни производят под шарлот со средней обработкой торфяным дымом и сильно обработанным торфяным дымом октомор а также четырежды прошедшие дистилляцию четыре раза ну написано тут тогда обалдеть также из корня разливают 12 18 20 21 летний в общем разное вот так вкратце киры находится на западной части как я уже сказал айла кто-то говорит даже что самое западное но вот они поломки фоман по карте я смотрю мне как на воде как западе да то не знаю в общем такие нюансы но у нас релиз какого 2010 получается розлив 2010 года да называется айла барлы что обозначает ячмень айлы что он привлекательный то что у него ячмень используется сайлы восьми разных угодий до фирм фирм да они здесь все перечислены я читать их не буду потому что зачем он может 6 6 лет выдержка бочки из-под бурбона как написано здесь но почему-то в некоторых источниках пишут то что еще из французского вина ну не знаю производитель не пишет 50 градусов нефильтрованный это я люблю покупали его по цене что-то там четыре вещи ты речь она там с чем-то по акция метров от метра была акция да и конечно же не смогли прийти мимо в щели как это воздулись интересно пробовать айлу не копченую не копченую скажем так просто даже чтобы удивило неудивительно дизайн конечно любитель него бутылочка сама дизайн конечно нравится но вот тупо как-то ял там но опять же она очень удобно здесь можно бутылочку ставить видишь как сделан подзаедает специальная такая штука типа подставочка да ну немножко под нарушилась вот так вот ее ставить типа нужен вообще высоко поставить такая интересный дизайн продуманный сама бутылочка принципе мне нравится вся информация про виски указано вообще очень много много текста прямо да то есть прочитать если у вас есть знание и познание английского языка без проблем да что-то можно перевести конечно ну что начнем открывать наверное лишь открывай это наше пятое знакомство с айлой да имеется ввиду а нет шестое уже получается у нас был 5 обзор 5 обзор на его вообще еще немножко и мы все их перепробуем выплывать хотим всех ну что открывай пук сделай будет или нет шатландский пук что под рамочку ребят слушай а может действительно из-под вина ну вот не знаю почему-то на упаковке я так и не помню что написано реально вино пахнет может быть это все таки другое должно быть интересно просто и по нашей традиции наверное виски пауза 6 лет 6 минут 12 можем на 2 да немножко подождем а потом уже попробуем мы ушли пока ну вот подошла виски пауза у нас к концу к концу завершения да ароматика стоит такая прямо чтобы сильно но чувствуется да есть что еще не нюхали на аромат потерпели немножко да что у нас цветом ну че не кашляет красивый цвет кстати мне нравится такой светлосолойный мне нравится ну да как будто вот и кстати ножки держатся вообще он маслянистый какой-то вообще смотри за шести то лет мы просто опоясал и все у мотов все думали по мне выпечка прямо такое подкисшее тесто фруктов очень много фрукты до фрукты причем такие даже кита экзотичные экзотические и манго какой-то и ананас есть и такой слойка знаешь сверху с фруктами и яблочки кита даже есть яблочки до кожура именно яблок я бы какой-то крас красная даже не такое как бы зеленого больше какой-то красненькое яблоко и желтые фрукты да вот эти вот все медово-цветочный медово-цветочный цветочки даже есть да вот слушай такой букет больше большой да очень большой такой спектр здесь но и специя типа корицы что там даже какой-то имбирь имбирь как будто очень интересный аромат много причем много да интересно то что много посидеть поразгадывать интересно мне даже кажется какая-то вакуусе был бону что ли есть может быть что-то на дальнем фоне да да поглубже но за слово да 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 есть есть у нас недавно было обзор был бон и было даже до сих пор как бы есть вакуусе такая ну можно наслаждаться сидеть как бы да по ароматике по крайней мере ароматик это богатая очень богатая конечно интересно ну торф д я вообще не чувствую ничего нет такого может быть торфа знаешь земли чуть-чуть где-то земля правило не почувствовал но это не так может быть я хочу представить все таки ароматы все таки какие-то медикаменты хоть маленьком их нету вообще нету нету больше спрессать какой-то знаешь что такое да да ну как бы немножко что-то другое все равно ячмень вот ячмень да здесь очень выпечка вот такая да выпечка да выпечка ну что давай пирожок с яблочками за вас дорогие друзья ах какой дзинк у нас произошел давай маленький вот эти сделаем 50 градусов первый слегка конечно обжигающий а наш немножко проследился вот у меня на конце горчиночка такая стоит горчиночка данном на конце есть но она приятная но что 50 я бы не сказал почему так у меня как-то обожгло немного сейчас второй глазочек взял и скажу уже свои действительно есть что-то от буйбона есть такое маленькое очень приятная медовость легкость вот он легкого вообще легко зашел не знаю мне очень легко за просто обожгло немножко может все таки 50 градусов не гид кому как давай еще по большому гуточка сделала очень маслянистый маслянистый я только хотел сказать да обволакивающий сладкий цветочный сладкий вообще вот вот точно ананасики чувствуется прямо вот этот ананасовый вкус даже есть у него где кулаш перезрелого манго там перезрелая а вот выпечка уже не так чувствуется у меня цветный аромат очень сильный здесь ну полнотелый слушать и вообще очень качественный прямо качество чувствуется очень хорошее приятный питки сейчас большой гуточек зрелозности вообще не чувствую сейчас большой гуточек сделал да чувствуется шум мощный спорт спирт хороший почувствовал первого года у меня не было такой очень-очень сладкий губы сладко-соленые чуть-чуть может быть соль сладко-соленые почему-то и пирог но сейчас уже нет такого пирога как в аромате да но вот эти фрукты фрукты очень чувствуется вот фрукты подперчили немножко кина надо надо даем как будто бы чуть-чуть вот поддобавили покрошили имбирь как свежий на свежий такой вот имбирь да покрошили на яблоки ананасы короче на палитру вот эту всю вкусов но таких фруктов и маслицем каким-то все алисиковым подлили то ли вот лаколость и какой-то вот таким горимаш гречишное масло вот может вот такой вот может быть да что такое не такая явная гречка но что тут на аналитике и и и и чменная масло какое то вот я бы сказал бы если такое есть это наполин на я скорее всего кури вы такой на что-то вот такого города может там маслянистость очень такая я любил маслянисткие Я бы не сказал, что очень долгое оно, но не очень долгое оно, чувствуется, что оно быстро уйдет, но оно приятное, вызывающее какие-то приятные эмоции. Еще хочется выпить. Давай еще по маленькому точку, еще разочек может что-то изменится. Третье уже очень хорошо заходит. Да, очень хорошие виски, удивил меня. Я, конечно, все-таки думал, хоть маленько там, что-то земля, медикаменты какие-то будут, ничего нет вообще. Можно представить. Только представить можно, а так-то нет ничего. Очень тропический какой-то, я бы сказал, да? Больше вот именно цветы, именно фрукты, именно вот солод, какой-то ячмень, вот что-то вот такое, вот это вот такой, ну очень богатый аромат, очень богатый аромат и даже богатый вкус. Есть и соль, есть и сахар, есть и мед, все вот это, все присутствует. Какая-то даже патока вот эта, да, вот сахарная, есть такой сладковатый, но прикольно. Слушай, удивил, очень удивил виски. Я, конечно, предполагал, что он примерно такое будет, потому что так немножко прочитал за него, но читаешь это одно, а вкус уже немножко другой. Нужно саму, да, разбираться. Маслянистость, мне нравится это вот, он... Это вот ты правильно сказал, что фрукты прямо где-то лежат на какой-то... Противине или нарезанной маленькими кубиками, знаешь, это вот перемешка, микс фруктовый. Ты приготовился, тесто уже растерил, и фрукты вот в этом тесте лежат, вот еще в духовку не засунул, и вот прям... И сверху немножко их чем-то подперчили. Да, подперчили, подсолили, подсорили. И терял вот тоненькими, знаешь, такими слайсами, чук-чук-чук сверху. Есть, ага, все вот это... Это еще с водичкой попробую? Да, давай, интересно, поменяется или нет. По традиции уже. Интересно попробовать. Пару капелек, да? Ой. Ой. Давай посмотрим. Во рту очень приятно. Мне нравится, что масло, масло, масло. Масло масляное, вот это мне нравится. Интересно виски, да. Сразу ножки стекать начали. Ага, смотри, смотри. Вот водичкой давай и потекли один. Смотри, вот прям слезинками такими пошли. Прямо изменился. Причем этими горошинками спускается. Даже как будто посветлее срочно. Да, посветлее. Пару капель врую. О, и аромат поменялся. Ну, булка-то осталась. Только булка уже какая-то. Только соль какая-то вылезла? Соль. И уже такое под кислое яблочко что ли? Нет? Ну, что-то такое есть, да. Ну, как-то затупило, да? Затупило, да, аромат. Нет такого яркого, не целого аромата. Да, нет такого аромата. Более тупой стал. Менее интересный. Карамелька какая-то выползла. Да, леденцы какие-то, да, вот эти вот, карамель. Карамель. Дюшесность даже что ли? Да, типа да, что такого, сосательный. Ну, притупило аромат. Притупило. На вкус пробовал? Давай. За вас, дорогие друзья. Больше я водой не хочу разбавлять. Ну, он зато стал, в общем, мягкий. Появилась горечь аж. Появилась, да, горечь на послевкусие особенно. Угу. Ну, я бы сказал, что она совсем противная, но она немножко отвлекает, да? Это дерево. Это вот дерево вышло. Дерево вышло. Точно. Ну, вот горечное дерево. Дерево вышло. Такой не старый дуб, а такой вот дубоватенький, да? Дерево, ребят, вышло. А до этого дерева мы вообще ничего там даже не почувствовали. Вот чуть-чуть, горчинка была на конце вот от дерева. А сейчас не вообще. Что, ребята, подписывайтесь на канал, если кто еще не подписался. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы будем благодарны вам. Айву, мы все равно все добьем. Да, смотрите наши другие ролики, обзоры. На виски, на другие разные напитки. Пивные обзоры. У нас их очень много. Айву, мы все. Виски мы не перестаем. Будем пробовать. Делать разные по разным ценовым сегментам. От дешевых до дорогих. Так что будет много всего еще интересного. Да. Пишите, кто пробовал вот это виски. Тоже ваше интересное мнение. Что на ваше усмотрение в укладе лучше всего делают? Я предполагаю, что Octmore, да? Понятно. На фишке больше всего. Ну, там ценник уже другой. Ну, за такой виски, в принципе, не жалко отдать. Вот эту стоимость, которую мы купили. За 4 тысячи? Да. Хоть и 6 лет, но очень, блин. Это лучше, чем другие. 12 лет выдерживают намного. Я бы даже сказал, что это вообще хорошее односовое для виски. Очень хорошее. Для своего ценника он, конечно, стоит. Ну что, давай. За вас, дорогие друзья. Сейчас на большом глотке посмотрим. Да, вот эту гачинку вылезу. Очень мягенько стал заходиться, то так. Он очень мягкий стал, да. Ну, потерялась вся палитра этих вкусов. Лучше без воды. Ну, поэкспериментируй, почему нет, интересно. Нет, интересно. Очень меняется. Поменялся же? Поменялся очень. Вообще поменялся сильно. Он стал более собранный. Какой-то, одно вкусный более стал. Было много вкусов. Инжир какой-то вылез. Вот инжира не было. Сейчас это прямо такой инжир. Причем инжир подсушенный. Такой. Ну, да. Возможно. Да. А ничего не было. Там на насе какой-то манго было, что-то такое. Сейчас прямо такой инжир. Прямо сушеный. С косточками даже. Да, да, да. С косточками. Бывает. Интересно. Да. Интересно, интересно. Ну, посидим еще попробуем его. Обязательно. Ну, уже. Я потушу очень хочу. Но уже без камеры. Ну, вот питки. Очень питки, ребята. Очень питки. А его охота еще, еще. Еще хочется. Вот реально, говорю, что его еще хочется. Какие-то наркотики какие-то добавили туда. Ну, алкоголь есть, наркотики. Ну, я же говорил, что там конопляный масло дуло. В общем, как и так. Да. Позитивный обзор подошел к концу. А мы с вами не прощаемся или прощаемся на недолго, да? Да. До скорой встречи, ребята. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok